Всем триампс, с вами Грини и мы продолжаем с вами играть в День Победы 4 за Румынию. В прошлой части мы создали предпосылки для войны с Югославией и в этой части мы, я думаю, что ее начнем. Итак, мы готовы начать войну с Югославией, у нас для этого есть повод и давайте ее наконец-то объявим. Объявить войну, завоевание, давайте призовем союзников, чтобы нам было немножечко попроще. И мы объявили войну, сразу же введем в дело наши самолеты, хотя они у нас, конечно, убогие, особенно истребители, но они нам все-таки окажут некоторую поддержку. И давайте определим планы для наших войск. У нас есть, значит, вторая горная армия. Так, кстати, давайте мы поменяем здесь цвета немножечко, чтобы не путать наши армии. Так, я думаю, будет немножечко попроще. Горная армия у нас будет захватывать вот этот район. Давайте для нее нарисуем планы, линию наступления. Не будем сильно далеко залезать. Вот этот небольшой участок определим для нее. И вторая армия у нас будет нападать вот на этом участке. Точнее, это будет третья армия, которая у нас кавалерийская и танковая. Я хочу захватить вот эту зону, которая у нас проходит по реке. Здесь тоже рисуем линию наступления. Да, что-то у нас тут не совсем получилось так, как хотелось бы. Но ничего страшного. И здесь у нас армия тоже до реки будет наступать. Первая наша. Для нее тоже нарисуем план. Тоже до реки. Вот так вот. И посмотрим, что наш AI тут начнет мудрить. А начал он мудрить очень даже неплохо. Единственное, что так, танки у нас в холмы ломанулись. Это не очень хорошо. Хорошо. Да тут еще помимо холмов и шесть дивизий против нас играет. Так, зато в горных местах у нас все отлично. В горных провинциях у нас просто превосходно. Двойное превосходство над противником. И мы тут щемим и давим вовсю. Венгрия присоединилась к олиянсу Ось. И значит, можно предполагать, что они сейчас впишутся за нас. Так, у нас готово исследование артиллерии. А Югославия присоединилась к Минтерну. Вот этого-то я совершенно не хотел бы. Так, Третий Рейх у нас вписывается в войну. А мы давайте посмотрим, что мы можем теперь изучать здесь. Давайте изучим ремонтную роту для наших танковых частей. Так, это все отлично. Но это значит, раз они вписались в войну, это значит, что они сейчас... Точнее, в альянс раз Югославия вступила, значит, они сейчас могут попереть на нас. То есть, советы могут. И это будет крайне-крайне неприятно. Танковые бригады мы все-таки переведем на другое направление. И оттуда их отправим тоже в атаку. Но уже по равнинной местности. Первую, вторую танковые бригады мы отправим в обход. Пускай они атакуют вот ту провинцию с одиноко стоящей дивизией. И покажут им, что стоять по одиночку не надо. Так, здесь у нас, ну, в общем, более-менее ничего. Но мне не нравится, как у нас некоторые... Так, государство... Черт! Вот этого я совершенно, конечно, не ждал. Совершенно я этого не ждал. Сейчас они ломанутся на нас в атаку. Поэтому давайте возьмем нашу первую армию. Отменим ей приказ на атаку. И переведем, возможно, отсюда какие-то части шестую, третью и шестую перекинем в эту армию. И отправим их на границу с советами. Может быть, хотя бы нашим хватит, чтобы там сдерживать советы какое-то время. Но, честно говоря, я в это не особо верю. Так, здесь у нас один танковый и остальные пехотные, да? Ну, может быть. Может быть, нам это поможет хотя бы немножечко. Пятую горную мы переводим на запад. И поможем в атаке там. Рейх у нас пошел тоже в атаку. Первая, вторая армия у нас атакует здесь. А третья армия... Третья армия почему-то у нас нету дивизии на атаках. Что как-то странно немножко. И вообще я не понимаю, почему там, собственно говоря, Венгрия захватывает наши провинции. Мне это совершенно не нравится. Тогда придется атаковать с этого направления. Не нравится мне, как это происходит. Здесь мы хоть чуть-чуть двигаемся вообще. Или нет? Похоже, что нет. Советы стоят на границе и ничего не делают. Хоть что-то может нас радовать. Остальное нас не очень радует. Так, удар по порту. Давайте отправим наши лодки в Черное море. Назначим этому флоту командующего. И отправим их на поиск и уничтожение. Ладно, ремонтируйся. Нет уж. Все-таки давай, выходи. И потом, потом отремонтируешься. Значит, тебя тут разнесут еще раньше, чем ты доремонтируешься. Так, как у нас тут обстоят дела? Дела у нас тут обстоят нормально. Сейчас мы захватим первую провинцию. Мне совершенно не нравится, что мы почему-то захватываем совершенно не то, что надо. То есть мы захватываем для Венгрии провинции, потому что они примыкают к их территории. Я понимаю, именно из-за этого. А нам надо захватывать провинции для себя. Да, вот я такой вот корыстный. Здесь мы захватили. Здесь у нас... Давайте поддержим 9-й горный наступление с флангового направления. И стрелковыми частями 14-й и 16-й попробуем продвинуться вот сюда и отрезать эту часть пехотную от основных сил. Наступление у нас потихоньку развивается. Мы захватили еще одну провинцию. Но это, к сожалению, происходит только на горном участке. Хотя я на него и делал основную ставку. Не зря же я все-таки делал такое количество горных частей. А вот на равнинном участке у нас происходит какая-то фигня. Наши танки и кавалерия там совершенно не смогли пробиться вперед. Хотя я на них возлагал очень большие надежды. Где наши танки-то вообще? Так, одна танковая часть у нас здорово покоцана. Здорово покоцана. И давайте мы ее оставим пока в покое. А первую танковую давайте тоже мы переведем немножечко в другое место, чтобы атаковать с другого направления. Правда, там тоже холмы, но предыдущие направления мне вообще не нравятся. Здесь пехотные сдвинем вперед, пускай они штурмуют реку. И еще две пехотные части мы тоже отправим в атаку срезать вот этот вот выступ. Первую стрелковую давайте пошлем в атаку. Ее пускай поддержит восьмая стрелковая, а венгры пускай тут прикроют наши тылы. Здесь у нас три стрелковые и кавалерийская. Ничего страшного, в лес пойдут. Выровняем немножечко линию. На горном участке у нас наступление развивается очень и очень бодро. И давайте мы с тыла сейчас атакуем. И семнадцатый стрелковый во фланг ударим. А здесь у нас горная и стрелковая тоже идут захватывать провинцию. Скопьи мы захватили. И давайте немножечко разовьем наше наступление. Восемнадцатую стрелковую тоже бросим в атаку. И бросим в атаку тринадцатую стрелковую. Сейчас мы вот эти две провинции тоже отожмем потихонечку. Еще одна провинция в гористой местности у нас захвачена. Что у нас здесь с организацией? Организация у нас здесь должна восстановиться еще. Ну а здесь надо дожимать. Надо дожимать. Давайте бросим вот эти пять горных бригад в атаку. У них организация там выше среднего. Я думаю, что это нам позволит нормально атаковать. Танковые части у нас за исключением одной готовы. Но только они не пойми чем занимаются. Здесь у нас тоже не айс. Ладно, тогда остановимся. Остановимся. И третьей армии мы сейчас тоже отменяем приказ. Тот, который был. И дадим им новый приказ. Что надо захватить вот эту провинцию. Пускай венгры сами себе захватывают провинции. А у меня и так людские ресурсы на нуле. Так, давайте мы тут немножечко подровняем линию фронта. Уменьшим ее вот таким вот образом. Это возможно позволит наступать более грамотно, чем сейчас. У нас изучены усовершенствованные станки. 39-й год. И можно изучать строительство. Вступить в войну. Ну, естественно, принимаем. Учитывая то, что это мы вообще-то уже давно воюем. Давайте переоформим цели для наших дивизий. Назначим их на атаку нашей целевой провинции. И здесь, я смотрю, у нас тоже какое-то безобразие творится. Давайте здесь мы 12-ю стрелковую оставим. А остальными пойдем в обход. Замыкать котелок, так сказать. Что у нас на советской границе. А на советской границе все, кстати, почему-то спокойно. Хотя они объявили нам войну. Но особо воевать-то они не хотят, судя по всему. Здесь у нас вот у горной 10-й бригады все более-менее ничего с организацией. И ей мы и атакуем. И поддержим с тыла 4-й горной. А нет, 4-я горная у нас уже воюет. Ладно, значит посмотрим, что у нас тут. Тут у нас все достаточно неплохо с организацией. Давайте тогда мы перейдем в атаку. И выбьем последнюю вот эту провинцию. Все, там уже, все, да. Фаражин уже не осталось. И теперь надо дальше развивать наше наступление. Весь горный регион Югославии практически под нашим контролем. Теперь осталось захватить равнины и холмы. Так, а почему мы не можем пройти в провинцию? Атака вроде нормально идет. Так, здесь мы оставим, давайте, кого 11-ю, у нее самая маленькая организация. А 7-ю и 9-ю отправим тоже в атаку. И мы замыкаем котелок, судя по всему. А, нет, не замыкаем. Мы просто разделываемся с противником. Не совсем я понял, где граница провинции. На севере все в порядке. И здесь мы можем тоже поддержать, наверное. Как у нас тут горные. У нас проблемы со снабжением, как я понимаю. У нас проблемы со снабжением, да. Не надо как-то, значит, нам побыстрее со всем этим заканчивать. И есть свободные заводы. Во-первых, я забыл поменять на улучшенную артиллерию второго вида. И потом нам нужны еще танки. Их у нас жестко не хватает. Наши танковые бригады понесли достаточно большие потери. И надо это как-то поправлять. И у нас, наконец-то, дополнительная ячейка исследований появилась. Мы изучили таки фокус. С большим-большим опозданием. Теперь давайте изучать вот эту линейку. Потому что нам опять не хватает здорово людских ресурсов. А по поводу нового исследования. Давайте исследуем полевой госпиталь. Десятый стрелковый. Мы начинаем атаку на эту провинцию. И поддержим ее одиннадцатый стрелковый. Здесь у нас фрицы вполне пообороняются. И Италия присоединяется к нашему альянсу. Интересно. Я, честно говоря, думал, что они уже за нас. Что у нас по авиации тут происходит? Как ни странно, авиации противника здесь практически нету. И это даже удивительно. Не практически, а вообще нет. Есть только ПВОшки. Фактически нету авиации противника. Давайте сейчас вот 17-е, 10-е тоже помогут немножечко. И мы выбьем вот с этого вот выступа злыднее нехороших. Так, Советский Союз называет государство Чеснокловакии нашим противником в Румыно-Югославской войне. Что у нас тут? Тут мы выигрываем. Однозначно выигрываем. У нас тут бешеные резервы. И мы сейчас захватим эту провинцию. Давайте потихонечку двигаться вперед. Продвигаться на территорию противника. Но что-то одной дивизии-то, наверное, не очень это хорошо получится. И я думаю, что надо подбросить туда еще частей. Вот 14-ю стрелковую тоже можно назначить на прорыв и на поддержку в атаке. Но пока она дойдет, я боюсь, что наша горная там не сдюжит. Танковые мы просрали, извините за выражение, судя по всему. Давайте отведем их в сторонку. То там уже танков фактически не осталось. Отлично. А что у нас 6 дивизий тут тусит просто так? Вообще удивительно. Я рассчитывал, что здесь достаточно легко удастся прорваться тремя-то дивизиями танковыми. Но не получилось. Давайте сравнивать потихонечку территорию. Здесь у нас какие дивизии-то можно послать. Можно 6-ю и 7-ю горные отправить в помощь. А 4 вот эти вот дивизии тоже можно отправить в атаку. И у нас очередное политическое решение мы можем применить. Давайте посмотрим, что у нас по призыву. Расширенный призыв, конечно, не хотелось бы, но придется вводить. У нас совершенно нету ресурсов людских. И нам он очень-очень пригодится. Так, опять у нас ребята стоят просто так, ничего не делают. С нормальной, в принципе, организацией. Давайте их всех пошлем вперед. Надо как можно быстрее здесь развязаться. И здесь у нас... А здесь у нас все плохо на самом деле. То есть они все-таки пошли на нас в атаку. И это значит, что нам надо перебрасывать в ту армию дополнительные резервы. Иначе они прорвутся. Точнее, они в любом случае прорвутся, судя по всему. И надо что-то с этим решать. С этим решить можно только одно. Можно перебросить все вот эти дивизии в нашу 4-ю армию. А здесь прикроют фрицы. Теперь надо с Югославии как можно быстрее разбираться. Потому что иначе, иначе будет все совсем-совсем печально. СССР тут очень активно пошло в наступление. Нереально вообще активно. Линия фронта настолько быстро сдвигается, что отправленные мои войска уже приходят на вражескую территорию. Отправить войска. Ну, естественно, мы согласны, чтобы нам отправили войска. И у нас еще военный завод появился. Что мы тут можем интересного сделать? Давайте вот добавим на пехотное снаряжение, на дополнительное оснащение и на легкие танки. Скоро наши доберутся. И я думаю, что мы сможем хотя бы остановить противника. Я надеюсь, что у нас хотя бы это получится. А здесь нужно щемить как можно быстрее. И давайте этим и займемся. Горные у нас не пойми, чем занимаются. Не пойми, где. Давайте их отправим в атаки по всему фронту. Здесь тоже не пойми, что творится. К фрице нам, я смотрю, одну тут дивизию прислали. Давайте скорее, скорее развертывайтесь. Здесь главное их не пустить дальше. Если дальше не пустим, то все будет нормально. Но это еще надо умудриться каким-то образом сделать. Единственное, что я хочу, это, наверное... У нас тут фельдмаршал свободный. Вот его мы назначим на третью армию. У нас есть еще гарнизонные войска. Но я думаю, что они совсем слабенькие для того, чтобы их использовать в обороне. Чтобы предавать их нашей армии. И нужно нашей первой армии нарисовать новую стрелочку. Давайте вот такой вот кусочек попытаемся оттяпать. То я смотрю, что-то мы не атакуем здесь. Здесь более-менее ничего. Вторая у нас. Тут в основном... Да, танки мы просрали, короче. Вообще танковые батальоны мы просрали. Это печально, но это было закономерно вполне. Немножко сузим линию фронта для нашей второй армии. И попробуем оттяпать хотя бы вот эту маленькую провинцию. Все, давайте, ребята, займитесь. Как я понимаю, чтобы не просирать танковые дивизии, надо к ним придавать обычные войска. Потому что как только там полностью заканчиваются танки, они перестают существовать. Как я понял. Возможно, я, конечно, не прав. Что здесь вообще такое происходит? Почему атакуем не мы, атакуют нас? И ты куда вообще собрался? Нет, это вы, конечно, мощно придумали. Здесь, конечно, у нас дела обстоят довольно-таки плачевно. Организация практически никакая. Танки, причем в больших количествах, пошли. Значит, все-таки мод на... И работает, ребята. Потому что пошли танки. Пошли танки. Давайте мы сейчас перебросим нашу авиацию на базу в Бухаресте. И отправим ее воевать в этот регион, на Северные Балканы. Чтобы они хоть как-то поддержали оборону наших частей, пока мы здесь пытаемся захватить у противника Югославию. Снять отсюда армию сейчас просто невозможно. Если мы ее отсюда снимем, то Югославия-то воевать точно с нами не прекратит. И оттяпает у нас наша территория здесь. Поэтому надо в любом случае заканчивать один фронт и после этого переходить уже к другому. Но как побыстрее закончить с Югославией, я даже не знаю. Давайте все-таки переведем гарнизоны сюда. Хоть какая-то поддержка. Пускай они просто там стоят и обороняются. Здесь у нас пять дивизий. Здесь мы как-нибудь продержимся. И, в принципе, вторую армию на самом деле... Ну, сейчас мы отобьем вот эту провинцию. Я ее тоже придам нашей оборонительной. Пускай они идут воевать с советами. Тут нам чуть-чуть осталось буквально. Грецию-то у нас там не пытаются еще отжать? Нет, не пытаются, слава богу. Хоть что-то. А вот что здесь происходит, я не понимаю. Давайте мы вот эту провинцию сейчас дожмем. А здесь наши горные... Так, здесь уже нормально атакуют то, что надо. А вот ты куда идешь, непонятно. Мы сняли отсюда авиацию. И это, в принципе, уже может быть сказывается. Правильно ли мы сделали, не знаю, честно. Но, как только мы разберемся с Югославией, еще и фрицы нам помощь окажут нехилую, в принципе. Они тоже перебросят и авиацию, и свои наступательные части на Восточный фронт. И смогут нас немножко поддержать. Так, отлично. Теперь мы перебрасываем эту армию тоже на Восток. А то тут уже скоро к Бухаресту подойдут, ребята. Это не есть гуд. Куда-то ты не туда пошел. Совсем не есть гуд. Давайте попробуем вот таким образом обойти. А мы сейчас начнем рисовать наступательные планы. Правда, он считает это невыполнимым. Я тоже это считаю, честно говоря, невыполнимым. По крайней мере, на этом этапе. Но надо как-то... Вот этот вот клин надо как-то убирать. Иначе они сейчас точно мне оттяпают половину территории. Так, здесь мы выигрываем потихонечку. Но что это потихонечку? Там у нас 26 дивизий, и никто ничего не может сделать. Давайте наступление развивать потихоньку. Так, а еще кто-то вообще атакует Югославию, кроме меня? Или только мы? Да, совсем не гуд, совсем. Ну, в Бухарест я вас, ребят, не пущу, извините. Так, отлично, мы смогли отбить какие-то провинции в небольшом количестве. Давайте наши гарнизоны пошлем опять вперед. Пускай они принимают участие в обороне хотя бы. О наступлении тут заботиться, понятно, не приходится. По крайней мере, пока. Да, то, что я сделал расчет на обычный ИИ, который не делает танков, похоже, что мне это аукнулось. Потому что ПТО-шек-то у меня практически нету. Вот, пожалуйста. А тут танки вовсю прут местами. Вон их раз-два. Там еще где-то видео. Вот здесь вот танковые части. В общем, не весело совершенно. По подготовке у нас. Да уж. Ребята, 75%, да? Придется вас все-таки размещать необученными и вводить в бой. Иначе с такими темпами вы обучиться в этой стране уже не сможете. Ну и куда ты горные дивизии засунул кадр? Да уж. И давайте наши обычные тоже разместим. По крайней мере, вот эти. Тоже придадим их этой армии. И тоже отправим на линию фронта. Как говорится, вводим все резервы, которые есть. Чтобы остановить вот это вот совершенно какое-то безбашенное наступление. Ой-ой-ой. Тут-то какой беспредел. Да. Веселуха. Полнейшая веселуха. Здесь у нас 13-е, 17-е пехотные дивизии восстанавливают организацию пока. И как только они ее восстановят, мы их, соответственно, отправим вперед. Только я не могу понять, а где у нас вообще все дивизии? Что-то я их потерял. Так, вот здесь 6, да? Ладно, давайте вперед с песнями и танцами. И мы захватили еще одну провинцию. На одну захваченную здесь советы у нас отжимают 5 там. Нормальный такой размен. Но меня он, честно говоря, что-то не очень устраивает. И теперь надо идти на Белград потихонечку. Я думаю, что как только мы до Белграда доберемся, станет полегче. В том плане, что, возможно, Югославия после этого капитулирует. Ну, есть такая маленькая-маленькая надежда. Ну, очень маленькая. Так, отлично. Котелок вы не хотите сделать тут вражинам? Вот сейчас бы танки очень сильно бы нам пригодились. Но танков у нас практически нету. Так, ну, здрасте, приехали. А что ты отсюда убрал вообще часть-то, кадр? Ну, ты молодец. Куда? Я что-то не понял. А, господи. Я думал, вы вообще решили свалить куда-то. Молодцы какие. Единственный ощутимый плюс, который я вижу во всей этой ситуации, это то, что Югославия вступила в Коминтерн, а не в союзники. Это значит, что с союзниками мы пока не воюем. И это, на мой взгляд, все-таки большой плюс. Здесь мы более-менее остановили противника. Теперь надо смотреть, что у нас происходит тут. Давайте мы отправим пару горных дивизий на побережье. Давайте четвертую, пятую мы отправим на побережье. А седьмую и десятую в эту провинцию. Ну, и шестую горную отправим сюда. И для поддержки штанов им дадим 15-ю, 18-ю стрелковые. Третью горную мы отправим поддерживать наступление. А здесь у нас, ну, здесь пускай восстанавливаются силы. Что у нас еще важного есть? Здесь мы везде пока обороняемся. Хотя нет, я смотрю, наши ребята уже пошли наступать. Уж не знаю, что он решил тут, задумал тут сделать. Ага, нарвался на танке. Без ПТО. Красавец. Но зато здесь у нас все развивается. Так как и задумывалось, за исключением, пожалуй, того, что вот здесь у нас как-то не очень складывается. Давайте отправим еще поддержку. Четыре горные против двух и проигрывают. Да и здесь тоже, кстати, не очень хорошо. Это все хорошо. А мы можем сформировать еще авиакрыло? Давайте посмотрим. Да, можем. Но какое-то очень смешное. Шесть и пускай они потом расширяются до... Ну, до сороке-то. Отлично. И пускай хотя бы эти шесть самолетов участвуют в налетах и поддерживают наши сухопутные силы. Чуть-чуть, но неприятности они смогут доставить. Очень чуть-чуть, я бы сказал. Так, и атаки в большинстве... По большинству направлений атаки у нас нормально происходит. Мы продвигаемся вперед, а здесь мы стоим на месте. Но это тоже, можно сказать, практически победа. Единственное, что нам надо расширить линию фронта таким вот образом, чтобы нас не обходили тут. Будем надеяться, что у нашего кремниевого генерала хватит мозгов, чтобы поддержать, чтобы удержать всю эту границу. Вообще, я даже не знаю, может быть, отдать вот эту часть, выровнять немножечко границу. А то сейчас мы вот здесь вот сольем. Мы сейчас точно здесь сольем. Неприятно. Совсем неприятно. Югославию мы щемим помаленечку. Давайте отправим в поддержку еще одну дивизию. Так, а что у нас здесь происходит вообще такое? Почему мы здесь так жестко проигрываем? Очередной налет на порт. Да, вот что вы здесь стоите? Блин. Так, ладно. Как бы нам тут лучше сделать-то? Да, вовремя я подводные лодки оттуда убрал. Да, вот она, венгерская дивизия. Давайте ее тоже придадим нашим основным силам. Так, давайте как-нибудь скорее разбирайтесь уже с Югославией. Иначе нам сейчас тут кирдык настанет. Ладно, ладно, хорошо. Как бы нам тут лучше сделать-то? Все, я решил отдать им эту провинцию. Пускай забирают, а мы выровняем немножко фронт. Также я убрал приказ и сделаю новый. Вот таким образом. Так, это не есть гуд. Как бы наши отходящие части не оказались в окружении. Надо сваливать побыстрее оттуда. Да, надо как можно скорее завершать войну с Югославией и перебрасывать ту армию на Восточный фронт. По-моему, это, ребята, это гуф практически. Это практически гуф. Надо скорее захватывать Белград. Ну вот его вроде бы уже захватывают. Правда, не мы. Но я думаю, что нам по-любому это сделает большой плюс. А эти части, освободившиеся, в принципе, можно передать нашей другой армии. Мы как-нибудь тут небольшими силами разберемся. Давайте тоже передаем их в эту армию и отправляем на усиление. Нам надо как-то удержать хотя бы наш Бухарест. Да уж. Ну что у нас там-то происходит? Отлично, мы взяли Белград. Но это не сильно нам сделало погоду, к сожалению. Югославия пока отказывается капитулировать. А на Восточном фронте у нас совсем беда. Русские рвутся к нашей столице. Ее уже обложили. И Югославия все-таки капитулирует. Отлично. Теперь мы можем перевести все наши войска в нашу первую оборонительную армию. Или все-таки не переводить. Вообще по уму надо сделать некоторые рокировки. У нас есть большой гористый район, который захвачен противником. И у нас есть много горных подразделений. Наверное, необходимо сделать отдельную горную армию. И именно ей начать наступление против СССР. Ну, точнее, не наступление, а контрнаступление. Попытаться отбить свои горные районы. И уже именно с этого начать отбивать всю свою территорию. А потом и переходить, возможно, в наступление. Если, конечно, получится. Я подумаю над этим вопросом. Но это будет уже в следующей серии. А на этом мы с вами завершаем. Если вам понравился ролик, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Заходите ко мне в группу ВКонтакте. Ссылочка на нее в описании. А с вами был Гринни. Всего доброго и всем пока.